Россия и Казахстан 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества. В Москве прошла международная конференция. В числе ее организаторов Казахстанский институт стратегических исследований и Институт востоковедения Российской академии наук при поддержке нашего посольства в России. Участвовали депутаты парламентов двух стран. Ученые, историки, эксперты и общественные деятели. Они отметили, за последние три десятилетия наши страны прошли путь становления суверенных государств. Развивалось стратегическое партнерство. За этот период не возникало сомнений в непоколебимости взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. Как подчеркивали на конференции, необходимо избегать конфликта исторических концепций, которые недобросовестные политики используют в попытках манипулирования исторической памятью. Безопасность наших государств выходит на первый уровень в Казахстане, в России. Люди хотят жить в мире дружбы и согласии. И все эти 7-минутные внешние факторы, которые пытаются вставить клин, в том числе наши отношения, они разбиваются, они ничтожны по сравнению с той новиковой нашей совместной историей. За всеми обсуждениями экспертов посредством видеосвязи в Нур-Султане наблюдали их коллеги. В частности, особое внимание было уделено сфере образования, где немаловажную роль играют личные отношения между лидерами стран. Взаимные отношения, помноженные на общую заинтересованность в стабильности, в совместном развитии, они привели к такому результату. Одним из аспектов – это было и сфера образования, в частности, связь с Московским университетом. Дело в том, что Московский университет всегда вызывал уважение у Нур-Султана Бищича, и поэтому его предложение о том создать здесь, в Казахстане, филиал Московского университета было естественным выражением его стремления использовать возможности университета для создания нового образования Республики Казахстан.